Здравствуйте, ещё раз. Это снова Курящий из окна. Ну и будем продолжать эту игрушку, которая называется Машинариум. Мы, как вы помните, в прошлой серии упали сверху, не сумев войти в город. Ну и сейчас будем пытаться убираться из катакомб. Чё хочу сказать? Ну, давайте снова буду пытаться работать и мозгом, и руками. Можем мозгом в два направления, и руками в одно. Будем дёргать за всё, что попало. Сюда он сумеет залезть у нас? В общем, чё хочу сказать. Первое. Очень надеюсь, что это видео у меня получится уже более смотрибельным. Что у меня будет не по бокам всё чёрное, а... Картинка будет хоть немножко побольше. Я постарался сделать, чтобы так получилось. Надеюсь, это получится. Я уже чувствую себя идиотом. Я ж помню этот момент, но как он проходит, абсолютно не помню. Вон у нас какая-то хренатинечка висит, она нам по-любому, скорее всего, будет нужна. Что я хотел сказать-то? Что, наверное, на эту игрушку я всё-таки действительно стану выкладывать прохождение без комментариев. И будет у меня это довольно простым в виде. Сейчас сначала я делаю серию с комментарием, где я туплю и пытаюсь понять, что мне надо делать. А после этого делаю серию без комментариев, где всё делаю быстро и некрасиво. Я уже записал прохождение без комментариев своей первой серии. Ну, вернее, того участка, который был в первой серии. И серия с комментарием у меня заняла 22 минуты, если я не ошибаюсь. Но то ли 20, то ли 22, не помню. А серия без комментариев заняла у меня примерно 5 минут. Это достаточно забавно, но всё-таки, наверное, я угожу тем, кто захочет просто посмотреть прохождение. Потому что посмотрел на ютубе, там, по-моему, прохождение этой игрушки только в отвратительном качестве есть. Но я постараюсь сделать так, чтобы вам было красиво. Но, ещё раз говорю, это будет где-то со смещением в один день. Сначала будет мой отвратительный голос. А потом будет серия просто, где показано, как её проходить. Странно, если честно. Мне кажется, что вот эта вот хренотенюшка... Мы ей как-то можем управлять, мне кажется. Она может как-то меняться. Вот как это делать, я уже забыл. Ну, ладно. Так он у нас сможет что-нибудь сделать? Если он наверх залезет... Ну, так он у нас, по-моему, тоже ни до чего не дотягивается. Протягивается, и уже... Есть какая-то лёгкость в этом. В смутных... В смутных участках моего мозга засело то, что... Где-то здесь надо приседать для того, чтобы что-то получилось. Давайте проверим. О, точно. Как я ненавижу коды. Вы бы знали. Что от нас тут хотят-то? А-а-а, точно. Ха-ха. Я же говорил, что эту фигню мы сможем управлять. Куда нам её надо засунуть и зачем, не очень понятно. О, это такое медитативное занятие. Самое отвратительное, что может быть в играх, это коды. Посмотреть прохождение, конечно, можно где-нибудь довольно легко и несложно. А-а-а, точно. А-а-а, точно. А-а-а, точно. А-а-а, точно. Д. Но я этим пока что заниматься не буду. С. Хоть бы какую-нибудь... А-а-а... Закономерность в этом уловить. По-любому мы должны эту фиговину сделать вот в эту вот дырочку куда-нибудь, чтобы мы смогли за неё зацепиться и как-то доползти вот до этого... Совочка или что это такое, не знаю. Хе-хе-хе. Как он челюсть поправляет, меня постоянно забавляет. Но как-то закономерность я не могу уловить в этих тырканьях. Ну вот Б. А. Он куда сдвинется. Ага, ниже. Ну, судя по всему, мы должны тыркнуть в А1, да? Угу. Похоже на правду. Сумеешь зацепиться? Хм. Нет, не сумеешь. А, наверное, нам нужно всё-таки С1, да? Вот вроде квест квестом, а всё равно не совсем получается, что хочется. Нет, не С1, а А3, наверное, тогда, да? Да. Хотя мне кажется, что здесь же эта фиговина и была, когда я начинал это делать. А может и нет. Ну, давайте попробуем тыркнуть в эту дырочку. Как это будет у нас А2? Ой, тупое занятие. Ну, ага, вот, получится у нас теперь. Левый-левый, правый-правый. Поползли. Блин, у него вместо глаз даже не фонарики. У него вместо глаз какие-то такие кусочки труб. Снова мы падаем, нас не заставляют обратно спускаться, но, видимо, это и не надо. Так, ну чё, по-моему, нам надо тут тележку затормозить, да? Кхм. Угу. Напакостить-напакостили, а зачем, непонятно, да? Чё ж от нас тут хотят-то, а? По-моему, я могу по этой фиговине успеть кликнуть. Нет, не могу. Ммм, ну положить её мы можем только на этот участок, да? Ммм, странно. Ой, да, хочу сказать спасибо всем, кому понравилось моё это видео. Но нашёлся один нехороший человек, которому оно не понравилось. И он таки поставил третий дислайк в моей истории на ютубе. Я вам заранее хочу сказать, что я к дислайкам отношусь очень трепетно. И сильно матерюсь, когда его наблюдаю. А может быть, это было так только в первые два раза. А сейчас как раз наоборот. Уже более-менее спокойно к этому отношусь и понимаю, что через столько людей, которые смотрят меня, по-любому найдётся кто-то, кому что-то не понравится. Вы тоже и не стесняетесь с одной стороны и с другой стороны. Не знаю. В общем, к дислайкам я отношусь не очень хорошо. Вы хоть комментируйте, кому не понравилось. Чё именно не понравилось? Сама игрушка или то, что я комментирую её? А то непонятно. Господи, чё ж ты от меня хочешь-то, а? Снова тут на знаке написано, что неграм-роботам проход запрещён. Ай, ну это была шутка из первой серии. Это уже не интересно. Ну давайте ещё раз этот совочек положим. Может всё-таки получится нам что-то сделать. Только сейчас начинаю понимать, что эта игрушка ещё более медитативная, чем Night Sky, по сути. Потому что там хотя бы не сильно надо думать. Там скорее на везение рассчитано. А здесь я могу проторчать на этом экране все 20 минут или даже полчаса серии и всё равно не понять, что от меня хотят. Наверное, так оно и будет, да? Ну наворачивается эта тележка, и чё дальше? У нас-то, наверное, задача, чтобы эти ворота остались открытыми. А как этого добиться? Куда мы ещё можем тыркнуть этим совочком? Может мы им наверху куда-нибудь можем тыкнуть? Нет, похоже не можем. Блин, долбанный пиксель-хантинг. За то, что меня радует в этой игре, это задний фон. Я специально очень хочу постараться сделать так, чтобы музыка была тоже громкая, чтобы было это ощущение и... Как бы сказать, такой очень сильной задумчивости обстановки. И моего голоса тоже такого не очень... Не очень активного. Ага. А всё-таки мы тут можем в два разных места положить этот совочек, прикиньте. Чё будет, если я положу поближе? Ну вот это, конечно, за это я не очень хочу уважать этих людей, но с другой стороны хоть какое-то разнообразие. Ха-ха. Вот. Воспоминания о флэшбеке из прошлого. Мы тут наблюдаем, что... Наш главный герой со своей подругой отдыхали в прошлом. Конечно, сложно догадаться, что это подруга, но поверьте мне, это его подруга. Такая с головой... Забавной формы из одного такого мультика. Который назывался Хэй, Арнольд. Из моего подросткового времени. Хотя сейчас он, по-моему, тоже идёт. Но я его помню ещё очень давно. Так, ну во, мы открутили колёсики. И чё? Покатились? Покатились. А вот у нас тут какие-то засранцы. Даже по цвету видно, что они засранцы. Ой, они тырят... Народное имущество. Снова мы вспоминаем... Фуё... Фуё... Игры на психике. Я человек такой немножко долбанутый. Меня в армию не взяли из-за того, что я долбанутый. Так что, такие детские воспоминания мне лучше не показывать. Иначе я сейчас начну говорить всякую хренотень. Тень-тень. Ну ладно, это я так пугаю. Но зато вы можете не пугаться. В армию меня не заберут. Если вы ко мне привыкнете, то... Угду я от вас только если женюсь, или меня будут целиком эксплуатировать на работе. Так, здесь, по-моему, тоже один из участков таких довольно... Долбанутых. Чё от нас тут будет хотеть-то? Нам, наверное, надо уходить в ту же дырку, в которую вылез наш противничек. Да, в двери нам не дадут выйти. Мы возьмём ключик. Чё у нас этот рычажок будет делать? Ну да, ещё раз хочу извиниться перед теми, кто, может быть, ожидает от этого скорее подкаста, нежели летсплея. Но... Подкаст у меня пока что будет только один. Это всё-таки Night Sky. Добропорядочно заброшенный мною. А здесь я так буду именно комментировать, задумчивость свою и... Может быть, говорить какие-то левые факты. Насчёт того как раз, что меня в армию не взяли. И так далее и тому подобное. Так, этот рычажок у нас, соответственно, меняет тележку, да? Да. Ключик у нас, по-моему, будет от этого распред щитка. Хм. Ага. Прикольно. Я прямо так и чувствую себя терминатором. Но только это будет намного быстрее и не так красиво. Чё ж мы тут сделать сможем? Ага. Ключик у нас этот тут ничего не делает. Ага. Кран у нас не очень умный. Он... Даже если ничего нет, всё равно пытается схватить что-то. Мы этим можем воспользоваться. Но сначала надо придумать, от чего у нас этот ключик. Может у нас этот ключик тупо от этой двери, и мы можем просто так выйти. Не, если бы всё было так просто, нам бы этот кран вообще не нужен был. Подсказку давайте посмотрим. Угу. Спасибо, капитан, очевидность. Спасибо тебе, добрый человек. Я и так догадывался, что нам надо в эту дырку с помощью этого крана. Вот у нас тут какая-то кнопочка есть. Эээ... Блин. Ну ладно. Логики снова мало. Ну а теперь... Ну а теперь... Ну а теперь у нас снова коды. Ну давайте проверять, что эта фиговина будет делать. Просто так она нас хватает и сразу выкидывает в топку. Нас это не устраивает. Что будет, если мы сделаем вот так вот? Так она нас не хватает и просто выкидывает в топку. Ага. Так оно два раза не хватает и выкидывает в топку. Второй рычажок у нас ответственный за что? Все. Выкидывает. И все. А, или это у нас... Дайте проверим. Если я все три поставлю вот так вот, то он чисто теоретически должен будет три раза пройтись по кругу, не останавливаясь, да? Раз. Два. Два. Три. Да, кажется я угадал. Соответственно нам надо, чтобы... Ну мы уже знаем, что мы залезем в эту тележку. Надо, чтобы он нас схватил. Ага. Скорее всего, когда у нас схватит, нам получится вот сюда вот прыгнуть, да? Даже не знаю, надо сохраняться на этом месте или нет. Давайте сохранимся на всякий случай, а то как-то будет неприятно, если нас тупо сожгут. Да, сохранимся. Так, ну допустим, он нас поднимет. Потом нам надо, чтобы он... Че он будет вот так вот делать? Так он, по-моему, и остановится. Странно. Хм. А, точно. Мы ж не успеем залезть в тележку, если будем запускать это отсюда. Значит, нам надо, чтобы он сначала просто прошел по кругу, потом взял нас. А потом... Наверное, снова прошел по кругу. Ну давайте, попробуем по-быстрому это все сделать. Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, чувак-чувак-чувак. Чувак, блин, засранец. Как тебя опустить-то? А так вот тыкнешь один раз, и все на смерть пойдет. Ой, хочу вам признаться честно, я внезапно захотел в одно место общего пользования. Ой-ой, чувствую, мне придется туда пойти. Ну, надеюсь, я вырежу этот момент и вернусь скоро к вам. Ну вот, я вернулся. Я думаю, что вы ничего не заметили, если я это все-таки вырежу. Ну а если вдруг забуду вырезать, то... Извиняйте, как говорится. Это будет прямой эфир. Так. Ну что, повторяем нашу задачу. Только на этот раз быстро опускаемся. И бежим в тележку. Давай быстрее, чувак. Ага. Вот, мы сюда залезли. Ну и чего, прыгаем... Эээ, блин. Хм. Странно. И чё это такое? А я думал, все будет просто. Непонятно. Вот эта вот коробочка мне явно чего-то напоминает. Скорее всего, она нам как-то нужна. А, ключик у нас до сих пор на месте, да? Вот сюда вот этот ключик нужен. И чего он сделает? Ага. Ой, господи. Ну чё ж вы такие? Я, конечно, понимаю, что мир техногенный и всё такое, но... Столько кодов, это слишком много. Я не умею столько думать. Тем более, сколько там сейчас? Полтретьего ночи. Слава богу, что ночь с пятницы на субботу и... Ммм... Чё нас тут хотят-то? Надо понять. Вот у нас тут есть синий и жёлтый. Синий у нас отвечает за движение туда-сюда, а жёлтый у нас отвечает за движение вниз-вверх. Наверное, нам жёлтый надо как-то перекинуть. Ага, можно и здесь, и здесь. Хм... Ну ладно, попробуем так. Чё у нас от этого изменится? Хм... Непонятно... Ну вот он нас хватает. Хм... Вот он нас выбрасывает, да? Нет, это нам не надо. Нифига я не понимаю. Чувак, стой. Хм... Ладно, давай ещё раз попробуем туда залезть и посмотреть, что от нас тут хотят. Давай ещё и это перепутаем. Не, как у нас тут до этого было? Вот так вот всё было, да? Ну давайте просто верхи поменяем. Я тут логики уже не могу уловить, что от нас хотят. Поэтому буду просто тупить. Хотя я представляю, как вам это всё интересно, конечно, но... Извините, я действительно не помнил, что есть есть такие долбанутые моменты. А, во! Теперь у нас поменялась сторона, в которой он начинает кружить, да? Хм... Но теперь он нас не хватает. Хм... Блин, а... А как сделать, чтобы он нас теперь схватил? Ну ладно. Хм... Хм... Может, ты меня так вот схватишь? не схватишь ты меня так а вот у нас какой-то проводок теперь появился коротким замыканием чего можем сделать с этим проводком хитроумные товарищи не на это реально меня уже не прикалывает я помню здесь есть интересные моменты но такое впечатление что здесь идет проверка на то захотим мы эту игру дальше проходить или нет ну ладно мы все равно захотим так берите это от меня вот у нас будет время чтобы добежать до этой коляски чем как-то мы эти полярности меняем ну давайте попробуем ладно помрём то помрём кто меня уже достал пока все идет как надо и вот мы успеваем логики в этом я не нашел никакой что с этой стороны запрыгивать что стой но видимо у нас все получилось и тут у нас приключение перед народное имущество консервирует народное имущество как мультик это конечно отлично но надеюсь больше у нас кодов не будет ну вот нас поймали кажется зачем ну вот на этой оптимистической ноте я наверное буду заканчивать и встретимся мы уже в следующей третьей серии я очень хочу попросить прощения за долбанутую среднюю часть в которой я пытался понять что нам надо делать но вот так уж получилось это все таки зацплая в прохождении я это все сделаю наверное быстро так что кому было интересно посмотреть как я мучаюсь приятного просмотра спасибо за просмотр данника пока